Я считаю, выборы прошли несправедливее, потому что люди жаловались на большой массовый подкуп. Очень много людей видели, как подкупают глаза, деньги раздавали. В том числе говорят, что конкретно к Лашкову вместе с ним ездил сотрудник полиции штатского. То есть это говорит о коррумпирующей составляющей. То есть если это действительно подтвердится, сейчас кандидаты-наблюдатели готовят письмо, жалобу. Если это подтвердится, я, конечно, считаю, что это несправедливый и нечестный выбор. Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали. Нас осталось только два, нас с тобою наявали. Все братушки полегли с патронами напряжно, Но мы держим о рубеже, мы сражаемся подважно. Все братушки полегли с патронами напряжно, Но мы держим о рубеже, мы сражаемся подважно. Пушка сдохла, все пиздец, больше нечем отобиваться. Что ж, закурим, брат-боец, нам от смерти не съебаться. Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали. Что ж, обычные дела нас с тобою наебали. Ну что, голова пухнет? А вы думали, оперативная работа это сахар? Да, пухнет голова. Знаете, попробуйте вдохнуть поглубже и задержите воздух. И так раз пять-шесть очень помогает. Лучше анальгина. А жена ходила на выборы? Жена ходила. И как она результатами довольна, нет? Не знаю даже, я не спрашивал. Без понятия даже. Понятно. Там говорят, какая-то была откуда-то вещь, сутка, да? Ну, было, было, было. Вот. Ну, ладно, я приду на работу, там мне все расскажут. Ясно. Хорошо. Для Людмилы она в этом деле как раз замешана. В смысле замешана? Ну, она это, там, ну, как вам сказать, она это, бидула, там это, на лошадь собирала, там, и что-то, я не знаю. Вот. Понятно. Ясно. Я еду в полицию, чтобы взять комментарий по поводу, были ли подкупы избирателей, заведены ли какие-то дела. В общем, все это я узнаю буквально через пять минут. Хочу выразить отдельную благодарность Евгению Критинцину, который согласился меня повозить по городу. Любезно согласился, да? Несмотря на то, что мать больная. Как-то так. Выдернула с утра, да. Как-то так, да. Скажите, пожалуйста, вот я блогер и для жителей города Шельсельбурга делаю сюжеты, отвечая на вопросы, которые они задают. И меня попросили сделать сюжет, комментарий полиции по поводу выборов. Были ли задержаны люди, которые покупали голоса. То есть вот такое. Кто-то может прокомментировать? Только через герой, через полицию. А как это сделать? Сделать. А? Сколько шлифов решения. То есть это проблематично сделать, да? Ну, вот так вот, да. Здравствуйте, девушка. Скажите, пожалуйста, вот я блогер, а у меня свой YouTube-канал. И я для жителей города делаю сюжеты. Мне задают вопросы, и я на них отвечаю. И меня попросили задать вопрос полиции по поводу выборов 15 декабря. Зафиксированы ли нарушения, сколько их. Вот буквально два вопроса. А вот кто бы мог... Не разглашайте информацию. К начальнику как попасть? А пресс-служба... Есть пресс-служба полиции, которая... В городе Кировске нету. В городе Кировске нету? У меня нет. К начальнику как. Слушайте, а можно попасть к начальнику? Да, конечно. Записывайте на телефон, по которому вы можете позвонить и записаться на прием. Обалдеть. Подожди. Дима Иванов. Наш крепостной? Дима Иванов? Не знаю. Чтобы взять комментарий, нужно пройти 7 кругов ада. Мы не разглашаем информацию. Ну прямо, блин... Давай я наберу сейчас эту ссоруну. Дмитрий Борисович, да? Иванов. Дмитрий Борисович, да? А вот ведь тишина. Ну, результат такой. Комментарий от полиции нам получить не удалось. Оказалось очень сложно это сделать Хотя вот я сколько помню Работала на телевидении Что в Москве, что в Питере, что в Сосновом Бару Вообще без проблем Наоборот Даже навстречу как-то полиция шла Есть пресс-служба Которая отвечает на эти вопросы Было всегда все без проблем Но Шелсенбург видимо уникальный город В этом плане Чего уж удивляться всему остальному Да и в нем Чтобы спросить, чтобы задать вопрос полицейскому Надо ехать в Киров И набрать разрешение у начальника полиции Ходят слухи, что Максим Ложков Будет новым главой Муниципального образования города Шелсенбурга Еще не состоялось первое заседание депутатов А уже в принципе решено Кто будет главой муниципального образования Мне захотелось узнать о человеке побольше Ну естественно В первую очередь я зашла в сеть ВКонтакт Посмотреть страничку Она оказалась закрытой Ну имеет право Я написала ему сообщение Он мне ответил Мы договорились с ним об интервью Которую он может, к сожалению, дать В начале той недели Но об этом позже Что хочу сказать Вот, например, страничка Бывшего главы Муниципального образования Владимира Номерова Она открыта И мало того Есть его номер телефона То есть, вот я вам не вру Я, с вашего позволения Покажу на телефоне Вот То есть, как бы И такая же страничка Открытая У Андрея Сергеевича Крукова Депутата Мне дали любопытную ссылочку В фейсбуке На статью С вашего разрешения Я ее прочитаю Максим Ложков Бывший глава Кировска Покинул этот пост По настоянию прокуратуры Из-за коррупции Переходим по ссылочке Бла-бла-бла Вот, пожалуйста, документ Представление Кировской городской прокуратуры В исполнении задания Генеральной прокуратуры Российской Федерации Бла-бла-бла Так, так, так Установлено, что Глава муниципального образования Кировск И, соответственно, Депутат Совета депутатов МО Кировск Ложков МВ В период с 2015 по 2016 год Заключил от имени Совета депутатов Семь муниципальных контрактов На общую сумму Лучше вам даже не знать С аффилированным юридическим лицом А именно ООО ЮМАКС Единственным учредителем Которого является Его мать Ложкова ВТ Ребят, я не придумываю Это в открытом доступе Кому интересно Можете посмотреть С такой историей И в таком состоянии С таким географическим положением Конечно С крепостью Орешек С туристическим потоком Сколько людей туда приезжает И я видел, как Китаец подвернул себе ногу Петра Первого памятника Это было просто Мне было настолько стыдно Что там просто убитая площадочка И его там Копейки нужно заасфортировать Привести в порядок Хотя бы вот это место Это где где? А вот где пристань Где отправляется На крепость Орешек Соответственно Вот здесь там просто Ну Я съездила К памятнику Петра Первого И вот что я выяснила Вот я нахожусь На пристани Не знаю На какой ступеньке Чуть не убился Китаец Может быть Конечно Вот на этой А может быть На этой Территория Вокруг памятника Вот даже на кумбах Еще какие-то Цветочки есть Все Красиво Летом здесь Конечно Красотич А может На этих ступеньках Китай Если чуть не убился Нормальная Ровная лестница Я вообще Не вижу проблемы Вот пожалуйста Кассы Вот пожалуйста Туалеты Все как положено Все работает Все функционирует Потому что Даже те площадки Которые Вроде новые Они стоят Ну не по колено Но по щиколотку В воде То есть в принципе Детей можно На маленьких лодочках Отправлять Играть на детскую площадку Он не уточнил Адрес Какая именно площадка У какого дома Я объехала Сколько смогла Площадок Площадки Как площадки Большая часть Из них Была поставлена Предыдущим Главой Муниципального Образования Поэтому О чем он говорит Какие площадки Что не нравится Ну у людей Вы творили Новый год А можно у вас спросить Вы ходили на выборы? Ходили А вот что вы думаете Какого-то того Что Ложков Максим Победил Это Василенко победил Василенко победил? Да Администрация Насколько я знаю точно Я посмотрел Она не участвует Ни в одной программе Вообще Ни в одной программе Вы имеете в виду Вот эти региональные Федеральные Так даже Капитального ремонта Вот в любую программу Возьмите Там нету Строчки Где Шлиссельбург Участвует Откровенная ложь Повторяю Интервью Владимира Номерова То, что мы попали В программу Расселения Ветхого и аварийного Жилья Все-таки 140 семей За один раз Переедут Я представляю Какие живут условия Я принял это решение Мы могли бы в другую программу За эти деньги у нас были Но я считаю Что люди Которые там живут Без холодной воды Без нормального туалета Без отопления Для них это важно У нас 21 век И все-таки В таких условиях Жить нельзя Поэтому Было принято решение В первую очередь Мы сделали эту программу Администрация Насколько я знаю точно Я посмотрел Она не участвует Ни в одной программе Вообще Ни в одной программе Бассейн Нам хотели дать 4 ванны Мы там спорили Очень долго Вот я хотел 12 дорожек Вернее не 4 ванны А 4 дорожки плавали Мы хотели 12 Но вот еле-еле Дали нам 8 Хотя я тоже считаю Что это неправильно Мы должны думать На 100 лет вперед Чтобы потом опять же Не попрошайничать денег Из областного бюджета Вот наш бассейн Отработал например 40 лет Я думаю что Если бы за ним нормально В должном образом следили Он бы и 60 и 70 Проработал спокойно Поэтому если мы раскидаем Даже на 50 лет Эти 200 миллионов То я считаю Для правительства области 4 миллиона в год Это вообще ни о чем Просто это копейки Скажем так Если бы у нас была бы Та же вышка для ныряни Еще одна дополнительная ванна Синхронное плавание Мы могли бы у нас 2,50 Была бы глубина полностью ванны И например еще для ныряни Могли бы и водное поло Здесь сделать Администрация Насколько я знаю точно Я посмотрел Она не участвует Ни в одной программе Вообще Ни в одной программе Третье достижение Которое большое Я не успел его реализовать Но я считаю Оно самое главное Вообще Оно самое главное Это программа подготовки Празднования 700-летия Потому что Это все-таки Федеральные деньги Вот И вот Я не успел Честно говоря В этом году Его до конца Оформить То есть Только попали Проекты мостов Набережной Шлюзов И то мы доделали До конца Сейчас только Вот визуализация Сделана Мостов И набережную Вот сегодня Прислали набережную И делают визуализацию Шлюзов Вот Потому что Федеральные деньги Они в несколько раз больше Чем областные Региональные И поэтому Мы обязаны Вот это Самая главная Сейчас задача Я буду говорить О ней Когда я буду Все-таки выступать Передавать дела Когда будут Выбирать главу Кто там Я буду об этом Говорить Потому что Это реально Сейчас у нас У нашего города Есть большой шанс Для города Сделать что-то глобальное Не мелочное Ну я не считаю Бассейн мелочным Но я считаю Что глобальное Это набережные Каналы Мосты Это шлюзы Чтобы они работали Реально Чтобы вода была проточная Соответственно Это нужно привести Подвалы Чтобы канализация Туда и там Эти все Ливневые воды Не стекла И чтобы канал был чистый Вот это вот Это большое дело Я считаю Все депутаты Сейчас должны Включиться в эту работу И провести Я например Не дорешал вопрос Который я хотел Потому что Мы создали Муниципальную Управляющую компанию Ну например Один из вопросов Мы его не дорешали И не успели В нем разобраться Но мы хотели Например Вести Оплату Конкретно Куварплату От коммунальных услуг Именно за обслуживание Жилого фонда Сделать ее плавающей То есть например Чтобы по каждой Квартире Принимался тариф Например Бабушка живет Там ей 90 лет Можно ей скостить Я считаю В принципе Если соразмерные тарифы Есть То можно ей Там например 50% Сделать скидку Понятно Понятно что нужно Приводить парки В порядок Чтобы было место Где можно было Отдохнуть Не то что там Трава-то никогда Не косилась Максим видимо забыл как у нас на самом деле лето Цветочки высажены Цветочки высажены Все цветет Все убирается Урны красятся Ну зачем так откровенно врать И не краснить Там даже 9 или 8 лет Строят баню Ее тоже нужно Вводить в эксплуатацию Заниматься этим Ну я слышал высказывания Что есть какие-то нарушения Баня которой нет Привлекла внимание Районной пресс-службы 8 декабря Сразу в двух группах ВК Появился сюжет Посвященный этому зданию Кировск пресс И газета Ладога Разместили репортаж С опросом жителей По поводу планов администрации Шлиссельбурга Снести почти готовый объект Горожане естественно Против таких действий Баня городу нужна В сюжете Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Энергоресурс Ирина Козлова Рассказывает Что объект можно завершить В течение пяти месяцев Это в худшем случае Когда дается зеленый свет Работы по канализации Канализация вот там находится Горячая вода Вот там находится Какой подать Вот за зданием Мы видим теплотрассу Пожалуйста Можно подсоединяться И запускать объект Ситуация достаточно абсурдна В городе нет бани Но есть почти завершенное Новое здание Зачем его сносить За разъяснениями Мы обратились Главе администрации Муниципального образования Шлиссельбург Анатолию Рогозину В последнее время В последнее время Ходит очень много слухов Что администрация Хочет снести Уже практически готовый объект Баню Почему-то ее все называют Баней То есть разрушить То, что уже готово Отвечаю Это не так Я как глава администрации Наверное, больше всех Желает, чтобы баня Появилась в городе Но если говорить Относительно этого объекта Давайте разберемся По порядку Так как я, как глава администрации Должен буду вводить Данный объект в эксплуатацию Должен быть Полный Перечень Комплекта документов Чтобы Это здание Назовем его баней Так как это Сейчас, в общем, принято Все считают, что это баня Должен быть полный комплект документов Начнем с земли Земля, находящаяся Под этим объектом Сейчас будет Даже, может быть, немножко странно Никогда Никому Не выделялась В аренду То есть земля Принадлежит На сегодняшний день Городу Переходим Ко второму пункту Якобы Инвестиционному договору Оригинала Инвестиционного договора На строительство Там Реконструкция Говорится Реконструкция Здания Старой котельной Которая принадлежит Городу Оригинала договора В администрации Нет Переходим К следующему пункту Должна Должна быть Какая-то Проектная документация Проектной документации Нет Та проектная документация Скажем Опять копии Которые присутствуют В администрации Не соответствует Выходила комиссия Для осмотра этого здания Не соответствует тому Что построено Но в красе Скажем так Специалисты Меня поймут Экспертиза На проектную документацию Не нужна Если здание Не превышает Двух этажей При определении Этажности здания Учитываются Все этажи Подвальные Цокольные Ну все При осмотре здания Это четырехэтажное здание То есть Должна уже быть Экспертиза Экспертизы Тоже нет Разрешение на строительство Сейчас будет Самое Наверное Невероятное Было выдано Администрации На саму себя То есть Строить должна была Сама администрация Документов Подтверждающих Скажем так Назовим Строительную деятельность Нет Более того Если я выше говорил Инвестдоговор Был на реконструкцию То Реконструкция Подразумевает Там Надстройку Достройку Расширение Там и так далее Что мы видим По результату Здание Которое Принадлежало Администрации Разрушено Его Нет В принципе Физически нет Хотя Разрешение На снос здания Не выдавалось То есть Нанесен Нанесен Администрации Материальный ущерб И В конце Вот всего Этого Я Как глава Администрации Должен Поставить Подпись Подводом В эксплуатацию Комплекта Документов Которого Не существует В принципе Когда Ко мне Приходил Ну Я не знаю Может быть Он застройщик Может быть Он инвестор Потому что Документов Подтверждающих Это Нет Я просил Предоставьте Мне Оригиналы Документов И мы Сделаем Все Как Предписывает Закон Это был По-моему Февраль Месяц До сих Пор Ни одного Оригинала Документов У меня Нет Более Того Если Инвестор Договор Был заключен На 5 лет Предыдущей Администрации Он должен Был быть Зарегистрирован Хоть Где-то Хоть В администрацию Хоть В налоговой Нигде Он не Зарегистрирован То есть В принципе Здание Не существует Документов Его нет Ни проекта Ни экспертизы Ни выделения Ни застройщика Нет ничего Вот такая ситуация Но вот здание Оно есть То есть Мы его видим Какие могут быть Пути решения Вот без такого Кардинального Варианта Как снос Как бы его Использовать На благо Жителей Да Я тоже Слышал Люди Говорят Кто-то в сердцах Кто-то С благими намерениями А дали бы Его хотя бы Тему Кого не жилят Это подразделение Аварийного жилья Вот представьте Есть объект Его Надо принять Тогда в муниципальную Собственность Чтобы принять В муниципальную Собственность Надо сначала Определиться Есть ли у него Владелец То есть Мы делаем Запросы Куда только Можно И нельзя То есть Чтобы Получить подтверждение Что оно Бесхозное Когда То есть Этот процесс Может занять Не один И не два И не три года Представьте Стоит объект Построенный Без отопления Ну вообще Без ничего Он просто За это время Просто разрушится И опять-таки Надо будет В конце Когда мы Примем Пример Будет решение Принятие Его собственность Опять надо будет Назначать Экспертизу Это все Деньги То есть Проще Вот на сегодняшний день Я не говорю Что это проще По закону Мы обязаны Обратиться В суд О сносе Этого здания Потому что Кто-то Мы даже не знаем Кто На муниципальной Земле То есть На земле Которая Принадлежит Городу Шлиссельбургу Возвел Какой-то Объект Который Не соответствует Вообще Ничему Никаким Параметрам Без экспертиз Без ничего То есть Захватил землю Построил Какой-то Объект Вот в принципе И все Невозможно На сегодняшний день Я не вижу Другого пути Если он есть Ну пусть мне Подскажут Я не знаю Юристы Там Либо тот же Застройщик Который приходит Пусть мне покажет Этот путь Я пока другого пути Не знаю Если подвести итог Получается Что застройщик Или инвестор Не предоставивший Ни одного документа Просит ввести В эксплуатацию Некое здание Называя его Баней Объект строится В течение 8 лет Однако разрешение На его строительство Выдано администрации Шлиссельбурга Лишь в 2017 году Притом Самой себе Мы пытались связаться С представителем застройщика Но наш запрос Остался без ответа Поэтому комментарий В другой стороне В сюжете К сожалению Не будет Негодование жителей По поводу Отсутствия бани Понятно Но в правовом поле При исходных данных Озвученных главой Администрации Шлиссельбурга Анатолием Рогозиным Этот объект Баней стать Пока явно не готов В подъезда Зайти страшно Ни лампочки Не горят Но это Вот можно Перечислять часами Дискетерская Здравствуйте девушка Это управляющая Компания Жук Да? Да Девушка Подскажите пожалуйста Вот я блогер И мне задают вопросы На которые Хотелось бы Получить ответ Вот если в подъезде Лампочки Перегорели Как быстро Их поменяют? Ну Если лампочки В горячей есть Вот и за день Жители Домов Данного подъезда Дают нам Заявку Ага Идет электрика Сразу же Вкручивает Ну бывают Какие-то там Небольшие проблемы С патроном Там или еще что-то Это может значит Тогда Если лампочка Скручивается И она не загорается Значит делаем патрон Если патрон на месте У него есть Значит он сразу Его меняет Вот Очень-очень редко У нас бывает Что отсутствуют Лампочки То есть Лампочки закончились Но мы заказали их Они еще не это Их не Ну Не выпустили мы их Например То есть там Счета Проплачивается пока То есть там Два-три дня Бывает такое вот Но это очень редко Такое бывает Ну Проблем в принципе нет Мы обняем всегда Да-да Проблем нет Если автомат Отключается Мы сразу отправляем Электрика Он идет И Включает автомат Потому что Счетовая Закрыта От В квартирах Гаснет свет Бывает что В шахматном порядке В некоторых квартирах Гаснет свет То уже так же Сразу отправляем Электрика Единственное что Электрика у нас Работает с 8 утра И до 10 вечера То есть если Ночью Кто-то звонит 23 часа Например там Или 23.30 И говорит что У него лампочки В подъезде Не горят Я всегда например И все говорят Диспетчера На завтра На 8 утра Редкий дом Который подвал Не затоплен Ремонты Не делаются А вот еще Такой вопрос Он сказал Что якобы В домах В городе Шлиссельбурге По колено Воды в подвалах Что не убирается Не выкачивается Не очищается Как вы Вот это Можете прокомментировать Вода есть Вскрывать Этого Не стоит Наоборот В колокол Надо бить Вот И Те дома Которые Обслуживает Наша компания У нас есть Такие дома У нас стоят Насосы По откачке Воды 18 января Я помню Два или три года Там у нас Отчистили Полностью Подвал И выкачивали Бучку Мы заказывали Но дело в том Что одна половина Вот 18 января Дом 3 Там одна половина Там какие-то По-моему Грунтовые воды Постоянно Поднимаются Вот у нас Там стоит Насос Спасибо большое Что ответили Спасибо Спасибо Могу сказать одно Что вот Староладожский 16 дом Где я живу А я как-то вышла В 2 часа ночи Покурить И Подвал был Открыт Я честно говоря Очень сильно удивилась Потому что Оттуда вышел Человек С фонариком Он что там Какие-то краны Перетягивал Что-то там Делал По домофону Звонил С соседями Разговаривал Течет Не течет Я уйду 2 часа ночи А человек работает Поэтому Зачем Нести откровенную Ерунду Люди Работают На местах Дворы Вообще Из машины Не выйти И не пройти Вот я гулял Это все Там Весь грязный Приходишь Если Я даже не находил Там Чтобы не было луж Пришло новое руководство Разогнало Прекрасный Коллектив В ДК То есть Вы уже В Доме культуры Побывали? Да Ну вот Получилось Побывать В Доме культуры Андрей Сергеевич Приезжал ли Максим Ложков Депутат Города Шлиссельбурга Новоиспеченный В ДК Ну Я как Руководитель Предприятия Учреждения Видел его Один раз Когда он Писал заявление На бесплатный час Для встречи Со своими Избирателями Он Пришел в кабинет Написал заявление Буквально Мы Перекинулись Несколько фразами И он Вышел Был вместе С госпожой Филимоновой А были они вдвоем Он В интервью Сказал Что в ДК Все разваливается Кружки не работают То есть Как можно Это прокомментировать? Вы знаете Я думаю Что это Безответственное заявление Потому что Для того Чтобы Полностью Понять Картину И обрисовать Для наших Уважаемых Блогеров То Я думаю Что он поступил Упрометчиво Ну во первых У нас Если по численному Составу Количество Занимающихся В ТСК 1056 человек Это только Занимающихся Если Рассматривать Глобально И по частям То Можно сказать Что у нас По статистике У нас 9 народных Коллективов 11 творческих Коллективов И 20 любительских Объединений Что касаемо Пришел В упадок Я С господином Ложковым Не согласен Потому что В этом году Мы запустили Новый тепловой Пункт Производился Плановый ремонт Меняли Очаговое Отопление Занимаемся Капитально Предписаниями Всех Надзорных То есть У нас все В правильном Русле Все Действует И мы Приносим Горожанам Ощутимую Пользу Потому что Дети занимаются На конкурсах Выигрывают На разных Различных Различного Ранга От международных До районных Приносим Шли Сильбургу Почетные Первые места Звания Лауреатов Привозим Грамоты Привозим Различные Призы Но это все Наши коллективы Сейчас я Побегу На спектакль У нас Новогодний Квест Их будет 20 квестов Для школы Это тоже Огромное событие Для учеников Это будет Большое Космическое Путешествие Ну а малыши Придут на Сказки Бабушки Зимы Тоже будет Интересно Родителям И детям Ну а теперь Извините Пора Одеваться Гримироваться Всего доброго Какие еще Просто Что здесь будет Происходить Это секрет Потому что Если мы сейчас Дадим в эфир То школьники Будут отгадать А им нужно Это свой Кроссворд Отгадать Понятно Просто покажу Хочется показать Насколько Красиво Украсили ДК Главное Ты попадаешь В другой мир Ты не понимаешь Где ты находишься На самом деле Это же длинные коридоры Там двери 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 С боков А красота Такая Все такое Мы сделали Поставили Дополнительные батареи Дополнительное освещение Поставили У нас даже Вон посмотрите Теперь табло Есть электрон Все у нас Все Сейчас мы посмотрим Класс Занимается Где Зал единоборств Посмотрим У нас 11 на 9 Ковер Борцовский Большой Тут занимаются Дети Единоборств У нас Смешанная Болг-борьба Универсальный бой У нас есть Специально Все работает Вот это все Сделано Долезо Хотите У нас Даже Музыкой Обаяет Не Не Мне Главное Голос Голос Не 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 То есть Вот Пожалуйста Все Работает Все Для Населения Все Для Молодого Поколения До Этого Была Сна Первая Вентиляция Спорта Да Новая Поколения У нас Хоть Это И Голос С одной Стороны Это Что Вентиляция Новая Конечно Новая Вентиляция Здесь Находит Управление Приточное Вытяжное Все Есть Все Смотрим Новая Она Стоит Еще Будем Показать Тепловой Пункт Новый А Сейчас Покажем Тепловой Пункт Кристина Поднем Посмотрим Да Вообще Все Блестит Четыреста Тысяча Тепловой Пункт Новый Ага Тут Работы Поготовки Сдачи Раньше Была Только Вот Это Учет Тепла А Это По Горячей Воде Смонтировали Старую Это Тепловочислитель А вот Электронный Узел Сан Прибор На котором Все Уходит Дистанционно Передается Просматривается Так же Как и По электрике Никто Не приезжает Сами Это Показали Все Дистанционно Сим Карта Стоит Антенна Все Передается Санкт-Петербург Организация Которая У нас До этого Были Двери Старые Разбитые Которые Ставили 40 лет Короче Говоря Обычно Сделано Достаточно Много Спасибо Спасибо Большое Что Уделили Время Ну А мы С Евгением Отправляемся Дальше Вы Своими Глазами Видели Какая На самом деле Красота Сейчас В ДК Какие Мероприятия Проходят Сейчас В ДК И Хотят Это все Хотят Сломать Начну С формирования Команды Формирования Администрации Сформировать Чтобы Весь Тот Багаж И опыт Который Я приобрел Здесь Чтобы Реализовать Его На Шестельбургской Земле Со своей Программой Со своими Единомышленниками Ну В общем Вы все Сами Видели Вывод Делать Вам 13 Января Только Будет Первое Заседание Депутатов А Максим Уже Говорит О том Что Я Соберу Команду Я Готовлю Праздник Он не Говорит Мы А он Говорит Я И Самое Удивительное Что Вот это Интервью Которое Я вам Показала Оно Было Сделано Задолго До Выборов 15 Декабря То есть Человек Уже Знал Что Не то Что Депутатом Станет А то Что Он Будет Главой Муниципального Образования